Не пойман, не вор. Ну или пока не доказано обратное. На этой неделе выяснилось, что в России оказывается есть не только миллиардеры, ну то есть те, кто гребет миллиардами, но и те, что не стесняются зарабатывать триллиарды. Я, если честно, даже не знаю, сколько это, но давайте порадуемся за богатея вместе. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. А кто это тут у нас такой родился? На этой неделе телеграм-канал RTVI, принадлежащий одноименному телеканалу, выпустил расследование, согласно которому подтвердился главный факт существования нашей страны. Россия действительно территория возможностей, правда не для всех. Ну то есть нас с вами это, к сожалению, почему-то не касается. Зато с успехом коснулась неизвестного лица, которая через свое ООО-банкнота заработала более трех триллионов рублей. По этому показателю компания вышла в тройку лидеров, уступив лишь «Газпрому» и «Роснефти». Однако, что это за лицо, выяснить журналистам так и не удалось. В сети, конечно, мелькали предположения, но все свелось к тому, что зарегистрированный в качестве владельца компании человек ничто иное, как обычный номинал. Ведь в момент регистрации компании он отбывал наказание за кражу в пять тысяч рублей. Говорят, что это была какая-то колбаса и другие продукты из Ашана. Ну то есть, короче говоря, это точно был не он. И настоящего собственника мы так и не узнаем. Хотя, почему нет? Это же каким надо быть многоходовочником, чтобы на воле быть мелким вором, а в тюрьме стать крупнейшим банкиром? Да-да-да-да. Потому что занималась та самая банкнота, а если верить ее личному сайту, банкнота, раздачей населению кредитов. При этом банком, как таковым, она не являлась и в реестре ЦБ не состояла. Но это не помешало компании достичь рекордных финансовых результатов, составляющих 8,5% бюджета всей России. И мне бы очень хотелось надеяться, что деньги банкнота раздавала, а не отбирала у населения по схеме Долиной и ей подобных. Но кажется мне, что и тут подвох не в этом. Но не бывает же так, что некое бизнес-лицо врывается с непонятной темой в пространство, что-то там делает, снимает деньги и прикрывает свое ООО. А ООО сегодня реально прикрыто. Офисов нет, сайт заблокирован. То есть налицо либо отмывание, либо говорят, что деньги могли пойти в Беларусь. По крайней мере, об этом свидетельствует информация из РУСПрофайла. Оказывается, банк НОТА существует и в стране Лукашенко и на момент записи программы является действующей организацией, то есть еще не подавшей данные о своей ликвидации. Возможно, это как-то связано с усилением обороны Украины-белорусской границы, которой последние две недели стягиваются белорусские войска. А возможно, это просто зачистка следов коррупции. Хотя нет. Это не про Россию. У нас коррупции нет. У нас максимум это немного обманул и немного положил не в тот карман. В свой, вместо государственного. Так на этой неделе задержанным оказался бывший замминистра обороны генерал армии Павел Попов. По совместительству он же был куратором по развитию, обслуживанию и работе известного парка «Патриот». И по идее должен был следить за техническим состоянием собранной военной коллекции. Но что-то пошло не так, и строительные и ремонтные работы, предназначавшиеся парку, были проведены на загородном участке самого Попова. В результате этот факт и лег в основу подозрения его в мошенничестве. И если вина генерала будет доказана, он может лишиться свободы сроком на 10 лет. И я не знаю, заметили ли вы, но мне кажется, что лестница, которая ведет к главному неприкасаемому в Минобороны, стала короче еще на одну ступеньку. Или все-таки так бывает, что царь хороший, а бояре плохие. Впрочем, логика покидает чат далеко не всегда. Помните, в прошлой программе я возмущалась гонорарами шамана, который за 16 миллионов собирался выступать в подтопленном Оренбурге. Так вот, на этой неделе меня услышал Дванков, потребовавший залимитить подобные концерты одним миллионом рублей. Ну, типа не время сейчас шиковать и есть более важные приоритеты для расходования средств. И я надеюсь, что Дванков имел в виду тех пострадавших от паводка оренбуржцев, потому как некоторые из них так до сих пор и не получили своих компенсаций. Потому как денег нет. Но на шамана эти деньги нашлись и даже как бы сразу сблатились. В общем, возмущенный Дванков решил не мириться с несправедливостью мира и тут же накатал Михаилу Мишустину письмо, в котором изложил свои доводы ограничения праздничных сумм. Поддержала коллегу Нина Астанина. Она попросила губернатора региона разобраться в ситуации, а самого артиста выступить на празднике абсолютно бесплатно. Правда, сошлись на несколько других условиях, при которых концерт состоится за деньги, но часть из них певец переведет пострадавшим. Хотя я в данной ситуации стоюсь верной себе и продолжаю настаивать, что патриотизм в России должен быть бесплатным. И песни бесплатные, и пропаганда бесплатная. Потому как, ну не припомню я, когда это на Руси шуты да скоморохи стоили таких баснословных денег. Так что соглашусь с Дованковым, миллион и не рубля больше. Они захочут за эти деньги петь, присвоить звание враг народа и посадить за дискредитацию депутатских инициатив. А между тем, на этой неделе крик души слышался и из города Омск. Там в школе номер 114 несколько лет назад назначили нового директора. Вот только с момента его работы школа перестала носить это гордое название, начав терять сначала учителей, а затем и школьников. А в чем дело, спросите вы? А я вам отвечу. Дело в том, что Баранцев, это новый директор школы, раньше работал в колонии. Ну и как вы понимаете, это оказался тот самый случай, когда из колонии-то он ушел, а вот колонии из него нет. В подтверждение этого выступают и многочисленные примеры. Уборщикам запрещено говорить слово «мусор», только ссор. Зарплата выплачивается по желанию и по симпатиям, а неугодных иногда могут облажить и матом. Не найдя поддержки внутри учебного заведения, за помощью родители обратились в администрацию города. Там пообещали провести проверку, хотя почему только сейчас? Ведь кто-то же назначил начальника колонии директором школы. Вот этому кому-то тоже надо задать вопросы, потому как тут налицо два варианта развития событий. Если это сделано непреднамеренно, то на кол нужно посадить того, кто допустил такую халатность в выборе. А вот если все содеянная специально спланированная операция, то хочется задать вопрос, а чем же эта школа так провинилась, если в одночасье стала исправительной? А между тем на этом странности этой недели не закончились. В Москве, например, вполне приличный мужчина решил прикупить себе неприятностей. Придя в офис одной из турфирм, он сообщил всем, что является новым работником компании, втерся доверие утром, а уже к вечеру вынес с места работы свою первую зарплату в размере 300 тысяч рублей. И все бы ничего, но деньги были чужие. Поймали мужика почти что сразу, но к моменту задержания денег при себе у нового сотрудника уже не было. Зато выяснилось, что гению заработка 55 лет и ранее он уже был судим. Правда, по какой статье не уточняется. Но в любом случае сейчас ему грозит новое за кражу. Хотя все познается в сравнении, эти 300 просто ничто по сравнению с 22 миллионами, которые в виде новенького Лексуса похитил другой житель России. Инцидент произошел в питерском дилерском центре, куда почему-то беспрепятственно прошел абсолютно чужой человек. Он взял ключи от одной из машин, а затем прошел на парковку. Нашел подходящий автомобиль, сел в него, завел и уехал. Причем, судя по кадрам, помогал ему в этом ничего не подозревающий охранник. Как позже выяснилось, Лексус не был оснащен системами безопасности и не имел госномеров. Поэтому найти эту машину по горячим следам полицейским не удалось. И вы знаете, анализируя оба этих случая, я пришла к выводу, что, во-первых, белый верх, черный низ творит чудеса. Все двери неожиданно открываются, тачки заводятся, а охранники вслед улыбаются и машут. А во-вторых, скажите мне, где и когда мы растеряли всю свою бдительность? К нам на работу приходит абсолютно незнакомый человек, а мы даже не интересуемся руководства, кто он и на какую должность пришел. И так ведь во всем рулит тот, кто понаглее да поувереннее. А наш присмыкающийся менталитет так и шепчет, молчи и делай, что скажут, дешевле обойдется. Грустно, друзья, но как-то так. А на этом это все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok